Добрый вечер. Я Алексей. В эфире 68 выпуск программы Гербы Городов России. Она выходит по выходным. Наш город сегодня, это город Ходькова. В 1308 году как? Гласит легенда, близ небольшого города Родонеж на берегу Р. Пожа возник Покровский монастырь, что на Ходькове, первоначально смешанный, а к концу 16 века значащийся женским. В начале 17 века Родонеж, разоренный польско-литовскими интервентами, запустил, Ходьковский же монастырь благодаря близости к Троице Сергиеву монастырю и его покровительству возродился. Монастырь постепенно отстраивался роскошными зданиями. В начале 19 века в нем был сооружен Покровский собор в стиле классицизма, игуменский, складской и больничный корпуса. На рубеже 19-20 веков появился собор из красного кирпича в модном тогда русско-византийском стиле. Но самым значительным явлением было Абрамцево. В 1843 году это имение приобрело Ксаков, в гостях у которого бывали все крупные русские писатели. В 1870 году Абрамцево было продано Мамонтову. Теперь оно влекло художников, а Поленова организовала здесь мастерскую по изготовлению мебели по старинным образцам, где работали местные умельцы. Затем, в 1889 году, была открыта керамическая мастерская. После введения железнодорожного сообщения, 1862, в Ходьковской округе происходит изменение в сфере производства. Фарфоро-Фаянцевая фабрика преобразована в ткацкую. В непосредственном соседстве с Ходькова построен медно-литейный металлопрокатный завод, в Митино-Терракотовой, в Калинине-Кирпичной. Но само Ходьково осталось небольшим населенным пунктом. В начале 20 века в монастыре насчитывалось до 400 монахинь, дав под монастырной слободе 750 жителей. В разруху гражданской войны почти все предприятия Ходьковской округи были остановлены. Восстановление началось в 1922 году с создания товарищества металлопрокат на базе ранее существовавшего завода, затем возобновили работу фабрики Врепихова и Горбунова. В 1930 году создана промартель Ходькапстром по производству строительных материалов. В 1932 году начал выпускать продукцию филиал Московского лакокрасочного завода. Все это привело к увеличению численности населения до 7 тысяч человек и преобразованию Ходьково в рабочий поселок, а в 1949 году – в город. В 1959 году в нем насчитывалось 14 тысяч жителей. Однако не погибли и Ходьковские промыслы. Объединенные в артель, они получили развитие, что привело к созданию в 1960 году Ходьковской фабрики художественных изделий. В Ходьково же размещается и Абрамцевское художественно-промышленное училище. Герб города. Щит рассечен и пересечен. В правом червленом поле всадник на скачущем коне коле копьем дракона – все золото. В левом лазуревом поле стилизованный золотой же завод с двумя трубами. В нижнем зеленом поле золотая коронованная птица с головой, повернутой влево. В золотой вершине щита названий города. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.